Вечер добрый! Вот как мы хорошо начали-то! Вечер добрый, уважаемые! Слушаете вы свое радио? Будьте здоровы, пожалуйста! Как всегда, с 8 до 10 по будням, с понедельника по пятницу, а в течение вот этих двух недель до конца марта, с понедельника по четверг, уж простите, но пятница мы не выходим, потому что строим новую студию, нам нужно времечко, вы, надеюсь, все понимаете правильно. Так вот, несмотря ни на что, в этой студии так и так появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы, Женька, беседы, беседуем, музыку они нам свою замечательную играют, кого-то, наверное, с этой музыкой мы знакомим, но сегодняшний коллектив, в общем, в ротации достаточно давно, и песни звучат в премьерах, любят этот коллектив, могу сказать точно, и более того, ждут, и сегодня тот самый случай. Не называю, ну, мы играем в поддавки, мы делаем вид, что мы не знаем, кто здесь сегодня, и первая песня, это в некотором смысле музыкальная заявка, традиция такая у нас давнишняя. Давайте-ка зажжем, а дальше уже поболтаем всерьез. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Мы пилим мир, как пирог, Ребром монеты пилим вдоль и поперек. Мы набили этот пирог до краев, Начинка из детей набили до краев. Мы покроем пылью все, что цветет, А кто проснется до звонка, тот поймет. Что значит «Свобода»? Что значит «Свобода»? Хотите свободы? Сержант, разберитесь! Я не хочу быть скоткой винтовки, И не хочу быть кишками патрона, Я не хочу участвовать в фарсе, Уберите от меня руки! Я не хочу быть одним из, Я не буду среди тех, кто... Я так долго искал небо, Не поганьте мою вечность! Я не хочу быть скоткой винтовки, И не хочу быть кишками патрона, Я не хочу участвовать в фарсе, Уберите от меня руки! Лучше я буду искать выход, которого нет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Александр Доронин Электрогитара Бэк Вокал Здрасте! Александр Балматов Клавишные инструменты Вот тот звук, который был Сейчас я расскажу о нем Привет всем! И последним в этом списке Под номером пять Не по значимости А просто по числительному Павел Майков Электрогитара Акустическая гитара Вокал Привет! Это говорит о том, что Фронтмен коллектива Человек, который, собственно говоря Является голосом коллектива Себя ставит на последнее место Настолько уважает И любит тех музыкантов Которые с ним работают Это не лишний комплимент Тебе сегодня в самом начале Это правда Ну, тем более Это правда Я, в общем, собственно И не предполагал, что это правда Поэтому именно так-то Все это и выстраиваешь Так вот, тот самый звук Можешь ты еще Вот в начале песни Ты делал такой на клавишах Интересный звучочек Можешь его показать еще раз? Сейчас он Я вдруг вспомнил фильм Денежная яма Если кто не видел Расскажу в двух словах Это когда молодая семья Покупает себе совершенно Как говорят Шикарный дом За 200 тысяч Взяв кредит Бабушка Который ему этот дом продавал И сказал, что все замечательно В итоге в этом доме Все начинает рушиться Когда он выходит Герой Выходит во двор Справить свою нужду Облокачивается о деревце Пока он справляет нужду Деревце падает Дорогая у нас в дворе Слабые деревья И вот там вот был звонок в дверь Еще раз, будь добр Я хочу это вот сейчас Наглядно проиллюстрировать Будь добр Что это было? Спрашивает она у него Это позвонили в дверь Дорогой, пусть этот звук Больше не повторит Бутербродский здесь сегодня Я надеюсь, нам будет сегодня весело И очень хотелось бы Чтобы те, кто пока еще Не очень в курсе творчества Этого замечательного коллектива Влюбились в него сразу И дальше стали искать Все, что есть Из музыкального творчества Как называлась первая? Первая песня называлась Выход Это, как понятно Это антивоенная песня Да ты что? Да, потому как мы пацифисты Мы не любим войну И все, что касается Так я сразу и понял Что она антивоенная Вызывает у нас Как сказать Аллергии Особенно вот Вова Когда начинает слушать про войну Он покрывается красными пятнами Вова это бас-гитаристская литерия Да Вот И в общем Эта песня называлась Выход А следующая будет Более Попроще Песня о любви О сексе даже Это очень правильно Не спеши, пожалуйста Со следующей я сообщу Как с нами связываться Телефонные звонки Мы сознательно Не принимаем При том, что телефон Конечно же есть Я объясню Я всякий раз объясняю Почему мы этого Не делаем Потому что телефонный звонок Обычно это история Здравствуйте, Павел Как я вспоминаю Ваш фильм Где пчелы Ой, Павел 25 минут ни о чем Вообще Да Поэтому звонков не надо Пишите Когда человек пишет Пальчиками по клавиатуре Цукает Он вроде бы как мысль собирает в кучу Поэтому будьте добры 4647 Это короткий номер Для ваших смс 4647 Сначала свои Причем неважно Кириллицы, владельцы Но префикс этот писать нужно Иначе сообщение уйдет Бог знает куда Свои пробел А дальше все, что хотели бы Может быть эмоции Впечатления Вопросы какие-то у вас возникнут Милости просим Официальное сообщество ВКонтакте Я сейчас говорю о сообществе Своего радио Там уже давно Выложен анонс С картинкой Фотография красивая такая Он да И там собственно говоря В самом тексте анонса Есть название коллектива Группа Путербродский Выделена на синим Значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе А становясь членами Я бы не помню С этого слова сообщества Вы получаете всю нужную И полезную В общем все заулыбались Не понимаю Русский язык Великий язык Мне пора слово просто Да, да Сообщество понравилось Я понимаю Так вот становясь участниками Этого сообщества Получаете всю информацию В первую очередь О концертах О синглах О IP Я очень люблю Я выпустил IP Продаю на ebay Вы получаете всю информацию Первыми А значит вы вооруженные люди Это очень ценно Чаты для вас работают Один из них Прямо на сайте своего радио Своерадио.фм Там написано Чат Заблудиться невозможно Ну и видеть можно Все что в этой студии происходит Там же на сайте Вы обнаружите плеер Длинненький Рядом с логотипом Справа Слева в этом Плеере Онлайн аудио Это чтобы слушать Там кстати сказать Аудиопоток Вот тот самый радиопоток Он правильный То есть по качеству звука Вы как раз слышите то Что мы хотели бы Чтобы вы слышали Справа онлайн видео С синим кружочком Это для того чтобы смотреть Но там есть картинка В общем выбирайте для себя Что вы хотите Слушать или смотреть Все в ваших руках В общем я коннект все сказал Теперь давай песню про секс А или о любви Все таки о сексе Секс и любовь Как называется песня Песня называется Целуй Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Батербродский Погнали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два лидера в рок-музыке невозможно А, то есть два медведя в одной берлоге? Нет, невозможно Мы попробовали И пришли к выводу Что это не получается Ни у кого не получилось В итоге до нас И у нас не получилось Нет, у вас хорошо получалось Нет, у нас хорошо получалось Мы просуществовали пять лет Таким образом Но дальше Нашла коса на камень Так, шансон здесь не надо Понятно Ну а чем сейчас Миша занимается? Миша сейчас занимается Он тоже занимается музыкой Он сейчас занимается Он делает программу по Вертинскому И... С каким названием он работает? С названием Михаил Присмотров Вот именно так, да? А ты не решился Павел Майков, нет? Я решил раскручивать бренд Бутербродского дальше Молодец Ну вот еще один плюсик ставим, да? Еще один плюсик Потому как человек Собственно говоря, свое имя Так это прикрыл немножечко И Бутербродский Люди, которые не очень в курсе Они же ведь не понимают, кто это Потом, когда видят картинку Ой, Ёшкин кот Пчела, что ли? У меня всегда Знаешь, я очень бы не хотел Мне кажется, любой человек Любой актер Артист, слово мне дико не нравится Актер, профессия, все-таки актер Это я как режиссер театральный говорю, да? Вот актер, это правильно Так вот, любой актер, мне кажется Хочет избавиться от того штампа Который на него когда-то прицепили Как бедный Садальский Вечер, всю жизнь кирпич Я бы очень не хотел, чтобы Паша всю жизнь был пчелой Я тоже не хочу Не хочешь? А что мне им быть-то? Я им был-то всего ничего За всю свою жизнь Ты знаешь, такое ощущение Что полжизни прошло Ну, ощущение Недавно опять показывали бригаду Отвечаю, народ просто По-моему, уже Вот это такая страшная история Когда это все повторяется Да Повторяется Сегодня кто-то Не помню, кто Чудную мысль сказал Кстати, чудную мысль Я ее подловил И подумал, что Ну, ведь правильно же Я об этом толкую Только немножко другими словами Кто-то из этих самых Комиков наших Да, теперь их много развелось Очень Очень много Он сказал замечательную вещь Если бы я каждый раз Выходил на сцену Перед аудиторией И рассказывал одни и те же шутки То, в общем-то На мои концерты бы никто не ходил Безусловно А извините Музыканты выходят на сцену Поют одно и то же 20 лет И народ ведь ходит А тут другие Какая несправедливость-то получается Тут другое совсем Объясняйся Мы же не веселим народ Музыкой Мы залезаем внутрь души Мы достаем из себя И показываем Сравниваем с другим И у кого похоже Тому нравится Ты смотри Философ Черт возьми Батербродский здесь сегодня В первый раз живых Очень впечатлили Пишет Юлиусова Кстати, да Я почитаю Что пишут Я пишу Поноугучего О группе слышала Пишет Анна Судури Но то, что Майков Это тот самый актер Знаменитого сериала Детство На твоем творчестве выросли Не знала Группа отлично звучит вживую И зацепила Обязательно приобрету их музыку Поддержу музыкантов Буду следить за дальнейшим Их творчеством Успехов вам О, спасибо Вот, смотри Какие хорошие слова Ну, из-за исключения Этого момента Что она уже выросла А ты еще нет Да, значит Тут Добрый вечер Тут народ что-то здоровается А что сегодня народ Так много здоровается Обычно поздороваются Все проснулись только Только ощущение Что только-только все проснулись Одно за одним сообщением Всем привет Привет Свои привет Живые Хорошо Всем привет Друзья мои Давайте как-то Немножечко больше Все-таки о впечатлениях Максим Зверев пишет Бутербродский Прекрасный коллектив Услышал их впервые В первый день вещания Своего радио И влюбился Тексты, музыка Ну, то есть ротации Тексты, музыка, вокал В этом коллективе Все прекрасно Уютная музыка Для эстетов Вот Что такое Бутербродский, ребята Вот это что Ребята, вы делаете Большое дело для музыкальной культуры Вы просвещаете людей Готов Поспорить Что те люди Которые хоть раз Вас услышат Уже Убежала Вот Уже никогда не следуют С этой доброй Позитивной иголочки Да-да Не иглы А именно иголочки Короче Спасибо вам Ребятушки За все Что вы сделали За все Что еще будете делать За то Что сделано вами Пусть все Что вами задумано В скором времени Обретет форму Вы нужны людям С глубоким уважением Ваш слушатель Лиц города Домодедово Максим Зверев Ой, спасибо Максим Зверев Спасибо Домодедово Чтобы никогда на вас Самолеты не падали А дальше Гораздо более Короткое сообщение Сергея Самохвалова Пушной говорил в живых Что на телеке Можно крутиться Сколько угодно Но если хочешь Завоевать аудиторию Как музыкант Нужно пахать И пахать Пишет Сергей Самохвалов Это не вопрос Это просто Поделился человек Своими впечатлениями А дико было бы Олег Овечкин написал Дико интересно было бы Услышать в живых Новая земля Недавно их услышал Немногие из современных Кто цепляет А переслушал я Кучу андеграунд групп Ты знаешь что ты Андеграундный коллектив Ну круто Мне нравится Я хорошо Я хотел быть Андеграундным коллективом Серьезно? Да Я всю жизнь был в андеграунде И мне там нравится Все отлично Ну в общем человек В некотором смысле И старые песни тоже просят Которые в ротацию Звучат Та же 22-15 например Не знаю как ты строил программу Давай так Вот сегодня то что мы слышим Это совершенно новое Новое Это вот новое С новым составом Мы вам составом Мы выпускаем сейчас сингл Под названием выход Потом у нас альбом Это все песни с альбома И собственно вот сингл Который сейчас выходит А кто хочет послушать Старые наши песни Мы 18-го Вот сейчас у нас концерт В Москве В клубе Долампочки На Автозаводской Welcome Приходите Мы еще об этом Еще не расскажем Это очень важный момент Давай немножечко тогда О музыкантах поговорим Есть такая маза Надо бы Как-то все-таки новый состав И надо представить Ребята Сидят как непредель вроде Давай рассказывай Где ты их взял? Я ну как я их взял Саша Ну вот Балматов Который за клавишами Он дольше всех здесь в коллективе Потому что он даже на прошлых живых был Еще в прошлом составе Да Вот где его Он из Белоруссии Он белорус Он приехал сюда в Белоруссии И попросил политического убежища Вот Ты ему дал политическое убежище Я ему дал политическое убежище Вот Саня Доронин Мы с ним тоже давно знакомы И просто как-то Мы почему-то знакомы давно А в группу Пришел он недавно Он жил на Кипре Пустил ты его в группу Нет Я его позвал А он вошел Вот Окей Жил он до этого на Кипре Играл там Для русских пьяных людей Музыку разную Кавер Не-не Если ты хочешь что-то ответить Иди к микрофону Иди к микрофону Отвечай Что я за тебя так говорю Для всех национальностей Я пел там кавера в основном Для англичан Киприотов Норвежцев И прочих немцев Вот Приезжая сюда В зимний период Я присоединился к группе Кстати еще Да были там один момент А потом опять уезжал Так получалось А что теперь На ПМЖ Полтора года нужна Уже уехал Почему не так Потому что там Скучно стало Чужбина все-таки не то Не то То есть именно чужбина Тебя смущает Именно да Скорее всего Я считаю Подожди Не смейся Это серьезный разговор Да Здесь конечно Не самое лучшее время сейчас Для того чтобы возвращаться Так а где оно лучшее сейчас Сейчас в Европу выезжай Там по крайней мере Какая-то работа была И стабильность Здесь конечно Совсем прям швах Ну По крайней мере Я думаю что Я надеюсь что наладится все Потому что Главное что есть друзья Здесь и поддержка Общение Круто Вот это самое главное Круто Спасибо большое А дальше быстренько Сергей Сергеев Барабанщик Вот он пришел тоже год назад За барабан и сел Потому что у нас были проблемы С барабанщиком И туда-сюда Вот у нас постоянно была Сложность с барабанами И вот наконец пришел Серега И я так счастлив и рад Что этому обстоятельству Что я не хочу никуда Его больше отпускать Я никого не хочу Отпускать Но его в особенности Вот Потому что я считаю Что он очень крутой барабанщик Один из самых крутых В нашей стране И он крепкий парень Если что Тем более Да он умеет очень хорошо бить И наконец Володя Прокофьев Который сначала пришел в группу Как звукорежиссер Но в процессе Стал бас-гитаристом И правильно сделал Что стал бас-гитаристом То есть звукорежиссер Он так себе Нет Звукорежиссер тоже хороший Но с бас-гитаристом лучше Ну в общем коротко Но ясно Все рассказал В общем ни о ком Не забыл А я вот не то чтобы забыл Я просто жду момента Раз заговорили о звукорежиссерах Александр Ярославцев Звукорежиссер программы Живые Давайте скажем ему спасибо Я всегда гордился И горжусь тем Что звук мы делаем Очень хороший Это благодаря во многом И звукорежиссерам Но еще один маленький нюанс Любой звукорежиссер Профессиональный Скажет что Если музыканты играют хреново Никакими ручками Ничего не выкрутишь Это говорит о том Что и музыканты у тебя Замечательные Звук Блестящий Ну что за песня Это следующая будет А войне была Секси была Теперь о чем Теперь у нас будет Песня странный день Сейчас у нас песня Называется странный день Это ну собственно о жизни Это Да да о жизни просто Сейчас что ее объяснять В конце концов Как анекдоты рассказывать Все равно Песни текст есть? Конечно Много Я думаю догадаемся о чем Как всегда живой звук В программе Живые Бутербродские здесь сегодня Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Какой странный день День смешных находок И день потерь Какой длинный день Весь в сомнениях В расстояниях В расстояниях Желаниях В мечтаниях В расставаниях Какой длинный день Скажи мне имя Сколько лет уже Я прячусь от огня В бетонной скорлупе Не разбить ее Небо высохло Злое солнце Жжет тело земли Нистого Что ты здесь найдешь Забери с собой Оставь мне имя Что в твоих глазах Что в твоих глазах То ли боль, то ли ласка Что в твоих руках Что на твоих руках То ли кровь, то ли краска Сметать Вот у них Прямо День смешных Что в твоих глазах Игра Игра Прямо В Жизнь хорошей став Нужно лишь всего один прием И все ты на крючке Не соскочить Одинокая Вся в метаниях жестокая Хреб новая Но твоя Тебе так хочется жить Еще один стрелок Еще одна мишень Ты стоишь лицом вверх Еще один кирпич Еще одна ступень Ее хватит на всех Что в твоих глазах Что в твоих глазах То ли боль, то ли ласка Что на твоих руках Что это на твоих руках Что в твоих глазах Какой странный день День смешных находок И смешных потерь Какой длинный день Насквозь пронизанный Смехом, ветром и слезами Исписанный Недосказанный Тень уходит в тень Скажи мне Спасибо Все-таки умеет у нас народ сделать комплимент Алена Малена написала Вот сам судьи комплимент это Или как неожиданно глубокая И небанальная лирика Завораживает Вроде и похвалила А с другой стороны Вот это слово неожиданно Здесь меня немножко напрягает Нет, я понимаю На самом деле Я понимаю Потому что на самом деле Мне кажется Что настолько все привыкли Сейчас к лобутенам От которых меня трясет Не носи Нет Все же просто И трясти не Я думаю Что в лобутенах и девочек трясет Там высота какая Ветром сдавая Ну да Я не знаю Что дальше продолжать Забудь Я вот хочу Алену Малену Очень вовремя Потому что я Тем кто не знает Может быть Сообщу о том Что Бутербродский Изначально Когда группа Сформировалась Пелит песни В общем На стихи Бродского Байрона К примеру А сейчас я так понимаю Все больше авторское творчество Да Полностью Полностью Вообще ничего чужого Уже нет Ну то есть Сибиродский и Байрон Остались позади В общем Они уже Я так понимаю Ну в этом был Спец Миша больше Он умел Как-то А я не умею На чужие стихи Писать музыку Я же Не настоящий Композитор Я же Я художник Я из меня просто прет Когда у меня получается А вот так вот взять Специально Я так не умею Это Надо наверное Какие-то образования Иметь Ну да А так А сейчас Нет Мы поем иногда Кавер у нас есть Мы поем Кавер на Гребенщикова У нас есть песни Есть Сое Даже есть песни Мы сейчас были На юбилейном вечере Крупного На Толе Ух ты Да И мы пели там Две песни его На квартирнике Маргулиса Вот И Вот Так что у нас есть Ну как бы совсем чужие песни И свои А сегодня Пойдет только свои Я просто Как ты сказал Про кавер на БГ Я вдруг подумал Что народу может это стать интересным Не мы можем спеть Если хотели В конце БГ Ну просто Как это ты делаешь А что нет При твоей харизме При твоем Да При твоем огне Внутреннем Спеть Гребенщик Ну просто любопытно Как это звучит Значит Спасибо Что даете возможность Послушать группу вживую Пишет Олег Овечкин К нам в Казахстан Они наверняка не приедут А до Москвы Вот я никак не доберусь Расскажите Приедем Расскажи пожалуйста Есть какие-то планы На туры Какие-то поездки Да 26 Вот сейчас марта У нас концерт будет в Туле В клубе М2 Там у них Да правильно Саня А 15 апреля Знаешь мы в Твери Вот пока это вот ближайшее Ну тогда Ну и 18 в Москве Напомню о концерте в Москве 18 вот сейчас Грубо говоря В пятницу у нас концерт в Москве 26 марта у нас концерт в Туле И 15 апреля концерт в Твери Все Вот Но это говорит о том Что группа востребована Кстати когда Вот еще один момент Когда кто-то из слушателей пишет Приезжайте к нам туда-то Приезжайте к нам сюда-то Приезжайте к нам Я всякий раз Говорю ребятки А вы как думаете Это происходит Музыканты взяли себе Котомочку на плечо Гитарку на второе плечо И давай поехали по России Маточки стучаться в клубы Ты знаешь что скоро так и начнется Да нет бог не Я всегда рекомендую делать вот что Это кстати действует Соберитесь в каком-то Не знаю Ну в Тверь вы уже едете Ну к примеру В каком В Рязани Вот например Граждане жители Рязани Вам нравится творчество группы Бутербродский Вы хотите послушать их живем В каком-нибудь из ваших Приличных и достойных клубов Вы делаете следующее Ну человек 10 в принципе достаточно Желательно чтобы там И мальчики и девочки были И мальчики и девочки были Немножко более такие артистичные Чтобы могли чуточку меняться Как бы внешне Надо каждый день Приходить в этот клуб Стучаться в кассу Говорит здрасте А Бутербродский Когда у вас будет выступать Ну кассир сначала начнет Оговориться Я не знаю о чем вы речь Через полчаса придет другой Постучиться Начнет нервничать Если завтра И послезавтра И вот так каждый день А наконец уже скажут Кому-то из администраторов Администраторам начнут задумываться А в конце концов Вы приедете и скажете Здравствуйте Ему Бутербродский Нас сегодня никто не спрашивал И так вот таким вот образом Вот мне нравится Давайте сделаем так Все кто хотите Вот хотите так сделаем Мы приедем куда угодно И так вот именно так и делают Даже в Казахстан Открываю секрет Именно так фан-клубы Многих групп Собственно говоря Свои группы любимые И своих любимцев И поднимали И на эти концерты Начинали ходить люди Потому что вместе с теми Кто доставал этот клуб Стали приходить и другие И не знаю Друзья, родственники В конце концов Родители может быть Или дети В вашем случае На твоем творчестве Вы уже выросли Да Поэтому с детьми Скорее Знаешь как у меня было Ко мне подошел Абсолютно седой человек Он был седой и большой И ему было лет на 20 Мне ощущение больше чем мне И когда он мне сказал Что я братан Он был немножко кавказец Братан я вырос на твоем кино Я пришел домой И стал в зеркало смотреть Потому что он был абсолютно Он был седой и страшный Вот А я думал как Если он вырос на мне То к какому должен быть я виде Я подошел к зеркалу И думаю врет Он не вырос на моем творчестве Нифига Не я Он перепутал меня с кем-то То есть это не ты Точно В принципе Ну хорошо Кстати это бывает Знаешь почему Потому что Человек Он воспринимает Какой-то этап своей жизни Как нечто большое и цельное Вот понравилось ему Скажем кино Если мы играем в фильме К примеру И он считает этот фильм Для себя каким-то важным Открытием Откровением Год, два, три прошли А для него уже прошла Ну пол жизни какой-то И вдруг он встречает человека Который вот в этом фильме Да Кто-то Один из персонажей Тем более один из основных Конечно в его ощущениях Что он вырос Совершенно нормально И не пугайся Что он седой Может он вырос просто В смысле он был Совсем маленький Может его в детстве Испугали А вдруг стал расти Посидел рано Ну а что Люди рано бывает Седеют Мало ли какой У нас вот есть один Дебальский звукорежиссер Седой Хотя еще маленький Совсем лет Совсем маленький Да Ну то есть Ну как-то вот Так случилось с ним Бывает пигментация нарушена Ты не пугайся Седина Это в конце концов Не показатель возраста Иногда Правда 4647 Это короткий номер Для смс К вашу сначала Свои пробелы А дальше все Что хотели бы Вот смотри Вопрос к Прокофьеву Да Милости прошу К микрофону Реально Вопрос к Прокофьеву Как долго Ну видимо как давно Имеется ввиду Он играет на бас-гитаре И какая музыка играет В его автомобиле Спасибо Пишет человек Ну вообще Если честно На бас-гитаре Я играю не так давно Потому что я вообще Изначально гитарист Вот А музыка Которая играет В моей машине Это Ну Это потяжелее Будет Ну что конкретно Ну Не знаю Метал Совсем метал Совсем метал Мешуга Ага Кеннибл Корпс А хорошо Хорошо Мегадес да Не А что ты Ну что Что ты Как можно Так относиться К грандам Ну ладно Это в общем У всех У всех свой вкус И понятное дело Что к этому вкусу Подираться нельзя Скажи пожалуйста Вот сейчас Я опять немножко Касаюсь Наверное Ну если ты не захочешь Не отвечай Ты сам сказал Что тебе было Не совсем уютно И комфортно Петь чужое Ну не свой материал Да Но все же Вы это вместе С Мишей делали Замечательно А сейчас Ты как себя ощущаешь Уже совсем в своей тарелке Вот это абсолютно Твое Твое Чего Нет Тогда было тоже хорошо Ну вот Но сейчас Как сказать Ну вот Слушай Ну это как женщина Ну вот Бывают же разные хорошие А бывает лучшее Бывает хорошее Бывает лучшее Вот С ней тоже было хорошо Но здесь лучше Не Мне сейчас комфортнее Конечно Чем лучше Чем стоит Я когда ни с кем Не делишь Ну хотя бы почему Я всему делю Там сани И всеми остальными Я не знаю Не знаю я Вдруг засмущался Вдруг Майкл засмущался Ладненько Давайте брат Спеть что-то будем Что это Что это по программе Сейчас Поем мы песню Стекло и сталь Ну вот Собственно Ты хотел Тоже начать объяснять Нет Я не буду этого Да боже с тобой Давайте петь будем Там и поймем Как всегда Живой звук Программе Живой Здесь сегодня Бутербродский Погнали Бутербродский Я не могу Расглядеть тебя В этом искусственном дыму Кто-то кому-то что-то Передает Но я не вижу кто что И кому Я не знаю Как мне правильно встать Чтоб уберечь тебя От них Они шепчутся И прячутся В стены Я совершенно Не знаю этих Хотя Прекрасно Знаю Других Многорубка 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 И девятиголовая Кричаль Я прикасаюсь Крустящей материи Вроде с начала стекло А потом Примая Шталь Стекло или сталь А я все так же прошу В этом волочном дыму Кто-то кому-то что-то обещает Но я не слышу кто, что и главное кому Стекло или сталь Стекло или сталь Столько Стекло или сталь Написала мне, что так хочется чихнуть А вот как-то аж неловко Это говорит о том, что увлекает музыка Погружает в себя музыка Музыка заставляет задумываться Музыка заставляет чувствовать и слушать внимательно тексты, слова Мне очень нравится, когда говорят Я пишу текста Хочется плюнуть сразу в асфальт И сказать, да что ж такое Тексты? Ну да, тексты, конечно Текста Текста, да, и сверять их с компасом В таком случае Нет, это тексты Это стихи, это поэзия Вот в моем понимании Все-таки люди делят, да Особенно творческие люди Те, кто пишут песни Они делят все время стихи И, дескать, песни Вот стихи это одно В стихах уже есть музыка И музыка не нужна А тексты для песен Это вроде бы как Необходимые слова Которые потом окружаются музыкой С другой стороны Бутербродский на своем примере Уже неоднократно В прошлой своей жизни Доказал, что Пардонте И Бродский, тот же И Байрон, на секундочку Это, в общем, замечательные поэты Их стихи Как считается В классическом понимании Стихов В обрамлении музыкальном Не нуждаются Но то, что они Выделывали с этими стихами Это совершенно блестяще Это удивительно красиво Реально Поэтому В твоем случае Давай признавайся Ты пишешь Тексты Тексты Или все-таки стихи Нет, я пишу все-таки тексты Потому что Большинство песен Если их начать читать Как стихи Они не будут звучать Я не поэт Нет? То есть ты не композитор Не поэт Я не композитор Я художник Я Я так вижу Я просто художник Я самовыражаюсь Я не могу даже себя актером назвать Потому что актер Это человек, который служит в театре Ходит в костюме В таком Очень хорошо причесан Он выступает На каких-то Творческих вечерах Читает стихи Поет романсы Но другая совсем история Я не он Я люблю иногда В кино посниматься В театре меньше Хотя иногда Ну сейчас вообще театра нормального нет С музыкой Вот здесь я получаю истинное наслаждение Обидел всех Вот здесь я получаю истинное наслаждение Но тоже я могу назвать тебя до конца музыкантом Потому как Я не считаю, что я владею настолько виртуозно-музыкальными инструментами Чтобы называться музыкантом Поэтом Ну вот мой прадед Он Прадед там Предок Это был поэт действительно А я Даже, наверное, почему я оставил название Бутербродский Потому что если взять Майкова и Бродского Интересное сравнение То вот Бродский Это поэзия А у Майкова Это такой Бутербродский Сейчас я подожду Я соображу, что ты сейчас имел в виду Ну такой какой-то вот Не до конца поэзия Так Бродский тут причем Он-то виноват Ну я не знаю Я взял его как за эталон поэзии А это Бутерпушкин, скажи так Ну Бутерпушкин Взял Бродского маленько Ну понятно, что мы это все шутки А если всерьез То очень рекомендую вам Посходить на концерт коллектива Ну просто потому что Павел здесь себя сдерживает Безусловно Все-таки студия Ограниченное пространство На сцене гораздо больше Вот этого огня Гораздо больше Я просто знаю точно Гораздо больше всего Этого мужского Такого Серьезного Брутального драйва Ты вообще серьезный Ты брутальный мужчина Вот как ты себя воспринимаешь по жизни Ну я мужик Сказал скромно он Вообще не у тебя, конечно, об этом спрашивать Он у меня Маша Ну она кивает Она со мной 10 лет живет Вряд ли она жила бы Она не смогла бы Бедная или счастливая, скажи Это потому что он здесь? Ребятки Вот какая штука Всегда Ну это так считалось Потому что В общем обычная совершенно история Когда Актеры устраивают капустники праздничные Это всегда происходит в театрах Очень бывает часто весело И знаете, в капустиках люди играют, поют И какие-то песни Друг к другу Чаще ковера, конечно Реже свое Ну так как случается Ну ковера в смысле перепевки какие-то Но тем не менее В театральных вузах все-таки Учат петь Ну кого можно научить Научают Кого нельзя Оставляют как есть Я сейчас не намекаю ни на что Я просто имею в виду Что учат все-таки Но фишка-то в том Что актерское пение Это такая категория Такая есть Вот это актерское пение Мы простим этому человеку Он поет душой Он поет сердцем Поэтому Ну где-то мажет мимо нот Но В твоем-то случае Как раз И вот этого-то и нету Актерское пение В твоем нормальное Совершенно нормальное пение Совершенно нормальный вокал Совершенно нормальная передача Так сказать Нужной Извинись сейчас За такие бухгалтерские термины Нужной информации В зал сердца и в душу аудитории Как с этим-то все? Как это получилось Тебе интересно? Ты выделялся на курсе Как вокалист? Нет Ну как На меня обращали внимание Что у меня в принципе На курс взяли И по той причине Что я спел песню Вусоцкого И меня взяли сразу Собственно как его В татаганку и взяли тоже Вот да Я спел его Лирическую И меня взяли А просто потом Я когда закончил У меня была огромная школа Потому что я участвовал В мюзикле метро А там у нас По 11 По 12 часов Мы занимались вокалом Она занималась вокалом Маша Кац На секундочку Да И поэтому А ты вырос на ее творчестве Да я вырос на ее творчестве И поэтому Я Ну как Меня учили петь И то я не скажу Что я хорошо пою Есть люди Которые умеют петь Я пою так Я сейчас не кокетничаю Не подожди Подожди Но знаешь Если так рассуждать Я всегда говорю так Ну понятное дело Что Ну взять Ну кого взять Например Взять Архиповского Как балалаишника В общем в принципе Тогда балалаишников Больше нет Потому что лучше чем Архиповский Быть сложно Условно говоря Но Стремиться к этому надо Конечно Ну ты же стремишься Безусловно Дайте я бы взорвать Вот это важно вот сейчас А то он начинает кокетничать Гитарист я плохой Музыкант я плохой Текст я не поэт Музыка я не композитор Кто ты такой Я художник Я художник Я так вижу У меня большой Огромный внутренний мир И вот такое сердце Сейчас такая пауза возникла в студии Мы пытаемся понять Что он сейчас в данном случае Имел ввиду Ну давай петь А что Чего будет то На лице О прекрасно Чего ты так радуешься Хорошая песня Ну наконец-то хорошая песня Прозвучит сегодня Как всегда Живой звук В программе Живой и Бутербродский здесь Поехали Это не вечно Быстротечный В холоде стен Меня здесь нет И это имя не мое Она кричит Но это дело не мое Прощай В прозрачной комнате Где нету никого В кислотном доме Где я Закрыл То, чем Я был Она рисует руны На моей руке И эта ситуация Висит на волоске Она не говорит того Что можно Прочитать Никто А на лице Я узнаю ее по стону дверей Я слышу ее и остаюсь с ней Она пишет письма Мелким почерком И шлет в дома Своих мертвых друзей Она не любит В своем доме Костей Она не любит Когда кто-то Громче, чем она Я наблюдаю Танцы черно-белых дней Я убегаю Она точно знает Кристаллы белые На лице ее На лице ее Кристаллы белые На лице ее Кристаллы белые Кристаллы белые Кристаллы белые Кристаллы белые На лице ее На лице ее Кристаллы белые На лице ее кристаллы белые Кристаллы белые На лице ее кристаллы белые На лице ее кристаллы белые Классное, здравое, я бы сказал, сообщение Написал человек по имени Алексей Степаненко Слушайте, пишет он, состояние дежавю От второго актера слышу, что он не поэт и не певец Первый, от кого я это услышал, это Демидов Однако и концерты есть, и люди слушают Видать, это не слушатели Вот я и подумал, если ты не актер, не певец, не композитор, не музыкант А те, кто тебя слушает, это тогда не слушатели А радио, которое тебя крутит, это вообще не радио Нет, я просто, знаешь, я просто понял, что вот абсолютно в сегодняшнем Но в сегодняшнем времени очень сложно сказать Вот этот человек актер, а этот человек певец А этот человек музыкант Невозможно, потому что, ну как, Плющенко снимается в кино Или Дима Билан, если он не увидел в роне этого белого офицера Понимаю, я сейчас одну маленькую ремарочку Это я вставлю реплику, дальше продолжишь Я просто не говорю Ну, вы наверняка знаете Как-то один очень интересный человек, значимый человек Подошел к Федору Бондарчику И спросил, Федя, почему кино? Так вот, когда Плющенко снимается в кино Это не значит, что это кино, во-первых А во-вторых, что он актер Но... Как снялся, все, актер Ах, вот как теперь это все считаешь? А сейчас так Я раньше не знал, а сейчас у меня Ну как, у меня известные артисты Достаточно авторитетные Которые мне, когда я про кого-то, я не помню Про кого-то сказал, какого черта Мне сказали, ну как, он же снимается в кино Значит, он актер И я сказал, а Ну все Ну тогда, ну ладно, тогда Я умываю руки, тогда, в принципе, получается Сейчас все стерлось Нету этих актеров Просто есть люди Этот занимается этим, занимается этим Этот занимается... Он снимается в кино и катается на коньках В чем плохо? Ну вот Послушай, ну вообще Как забавно Это сейчас мысль-то мне подкинул Наверное, не будем петь до конца этого часа Поговорим Мысль-то какая? Представь себе на секундочку Да, если человек снялся в кино Как ты говоришь, все, уже актер Если я влез в коньки, вышел на лед Значит, я уже фигурист Не важно, что я падаю на каждом шагу Сейчас так Все, я фигурист Ну сейчас так, я против этого Ну сейчас так Раньше, братан Чего я вдруг, что ты меня прет сегодня? Не по-детски Я вспомнил эту присказку Один раз не Так вот, получается, что такие времена Что и один раз уже все Конечно Конечно, а как? Все, жизнь не сложилась Все, нет уже Я всегда считал, что я один раз достаточно Права на ошибку уже нет Никакого права Послушай-ка А в таком случае вот Я сейчас коротко-коротко Помнится, были мы, Юля, где мы были-то? Это был какой-то фестиваль театральный По-моему, ВТО, да? Там этот фестиваль, где мы стояли в буфетик в перерыве Пытались купить себе какого-то сока Это было уже лет, наверное, 5-6 тому назад Да, это был фестиваль «Монный спектакль» И даже, наверное, похаживаем так иногда Театров-то нет, но хоть на что-то посмотреть хотелось бы реально Так вот, извините, интересное дело Я же вроде выключил Как это я так облажался? Так вот, стоим мы в этой очереди За соком или каким-то бутербродом А рядышком, ну так, тут, тут Я вижу, что это актеры Ну, студенты Мальчики статные Такие ходят и поглядывают по сторонам Выискивают, ну, режиссеров, возможно, каких-то Может быть, людей И девочки Лабутены, говоришь? Она сама как Лабутен Все стройнюшечки То есть, такая модельная Все модельные Ухоженные до безобразия Ну, вот как у нас в наше время Актрисы какими не бывают В наше время таких называли Ди Та-рам-та И так далее Вот они стоят кучечкой И так глазками так бык-бык И на меня А вдруг я важный персонаж какой-то Который может помочь своим в жизни Ну, актерской своей Блин-блин Честно сказать Меня в тот момент накрыло Я и забыл о фестивале Я подумал, господи, прости Студенты театрального вуза Это вот, ты до сих пор им остался Это люди всклокоченные Это люди, совершенно не думающие О своей внешности О том, как они со стороны смотрятся Это люди, которые погружены в процесс А тут процесса уже нет Было такое ощущение Что они себя на выданье А потом мне кажется Что я их всех уже вижу в сериалах Безумно похоже Они все одинаковые Так они как пластиковые стаканчики Абсолютно И что же тогда происходит сейчас В театральной жизни Давай отличаемся немножко от музыки Что же тогда получается В театральные вузы плодят Пластиковые стаканчики А кому преподавать-то Педагогов не осталось Ну нет, никого не осталось Все старики умерли Сейчас преподают те, кто сниматься Никого сниматься не берут И в театр не берут Он ничего не знает Он идет в театр преподавать детям несчастным У Александра Олежка свой курс Я сейчас застрелюсь И у Дани Спиваковского тоже Приветом огромный Я бы не хотел участвовать С их студентами вообще ни в чем А что они могут ему научить Они пока еще сами ничего не умеют А сам не пробовал преподавать? Да я нет Покажи как надо Я не умею Я сейчас пока мне нечем подавали Когда вот я наслажусь всем Я наиграюсь в театре Наиграюсь в кино Наиграюсь в музыку И вот тогда я стал таким уже старцем Лет 60 И мне хочется немножечко попить Молодой энергией Поделиться своим, значит, всем тем Что я наспоко Там студенткам, студенткам молодым Помахать Машенька Я просто так говорю Просто помахать, Машенька Просто помахать Вот помахать просто Вот тогда, я понимаю А в 40 лет А чем делиться-то? Я еще ничего не накопил Я считаю, это глупость какая-то Нет, но это еще один плюсик В карму тебе Это плюсик Это еще раз говорит о том Что Майков человек Более чем разумный и глубокий Нам надо прерваться Я тем сообщаю Кто может быть не в курсе Минуточек через пять Мы снова вернемся в эту студию А пока вы послушаете Программу шибанутости Сашей Шибановым Там такие шибанутые новости Я вам скажу Послушайте, поймете Ну и небольшой блок анонсов Программ и концертов Это в обязательном порядке А ребятки пока проветрятся немножко Это тоже бывает очень-очень полезно Проветрятся значит до ветру Правильно? Все, прерываемся ненадолго Ну вот, мы продолжаем Еще почти целый час у нас с вами впереди Бутербродский здесь Сегодня это обновленный состав команды И, собственно говоря, несколько иного Как мне кажется, качества Ну, не то чтобы лучше-хуже А вот немножко другого содержания, что ли, музыка Пауза была долгой Поэтому надо бы, наверное, начать с песни Чего это будет? Песня называется «Если можешь» Как всегда, живой звук В программе «Живые» Погнали! Я зарываюсь в песок И смотрю из-под песка Мои движения просты Моя ноша так легка Он пришел ко мне в слезах И с дырою у виска Я узнал его шаги Я узнал его глаза Я сказал ему «Иди» Он мне выстрелил в лицо Я смотрю из-под песка И не вижу ничего Если хочешь, отойди Если можешь, отвернись Если чувствуешь, беги Если что, остановись Под зонтом, как под дождем Под рукой, как под пилой Я держу себя в себе Я пытаюсь быть собой Надо мною пустота Подо мною пустота Моя версия проста Это линия тонка Я нашел огонь в груди И поднес его к губам Я не знаю тех, кто здесь Я не помню тех, кто там Если можешь, подойди Если веришь, обними Если взлюбишь, не бросай Если хочешь, забери Если видишь, отойди Если слышишь, отвернись Если чувствуешь, беги 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 Красиво, черта возьми Слушай, ну, давай так Вот сейчас мне просто стало любопытно Действительно копнуть на мужу А театрами четко поговорили Что, в общем, в принципе, не странно Ты, в общем, человек театральный, актер Киношный человек И совершенно нормально А вот теперь мне немножко хочется в другую сторону Копнуть театр театром, музыка музыкой Но это отнимает кучу времени Ведь на самом деле и то, и другое И на то, и на другое нужны силы Нужно время, нужно элементарно духовное здоровье Душевное, скорее так Лучше правильно Потому что творчество – это процесс на разрыв Ты это прекрасно понимаешь и сам И там, если мы говорим о школе московской Это школа проживания Все-таки они школы представления питерской Тут надо на сцену выходя Проживать каждый шаг свой И прочувствовать И в музыке, в общем-то, с холодным носом делать нечего Как ты все это для себя расставляешь, что ли? По приоритетам Каким образом ты выживаешь? У меня сил много Нет, ну это понятный ответ Но я как-то в жизни мало трачиваюсь Наверное, может быть А у меня кроме этого ничего больше нет А чем еще можно заниматься? Ну, когда книжки читаю, я не выкладываюсь Подождите секундочку Есть любимая жена Есть, не знаю, друзья Есть проблемы, которые возникают у любого нормального человека Их проблемы бытового характера Их надо решать Ну, жена, друзья – это все связано с творчеством Потому что и Маша, и все друзья – это соратники У меня нет друзей, которым я просто дружу Это я со всеми что-то делаю Извини, это я что-то Вот А что, какой был вопрос еще? Неважно А здесь есть смс-очка очень хорошая Я прочитаю, потому что, мне кажется, она тоже вызовет сейчас улыбку Привет Доронину, Александру и всей группе Бутербродский Город Курск, Александр Доронин Суть по всему, просто редкая фамилия Как мне кажется Вот момент тоже такой Чисто человеческий Вот мне так по-человечески интересно стало Я никогда Вот я о себе сейчас Не люблю это дело Но вот скажу В школьные годы играл на барабанах Ну, как-то вокальный инструментальный ансамбль Это было модно И девчонки так, в общем, как-то велись Ну, обычно на вокалистов, фронтманов Ну, ты сидишь там сзади на барабанах Делаешь, видишь, что ты тоже крутой чувак Ну, я не о тебе сейчас, я о себе Потом, естественно, как-то возникли другие интересы Появился там, более серьезно в спорт ушел Потому как занимался всем этим параллельно Потом уже много чего Мама от театра меня отпихивала руками и ногами Будучи актрисой, понимая, что это такое Я в итоге все равно влез в театральную жизнь Я к чему? Музыка, она ведь, в принципе, должна быть человеке с детства Ну, для того, чтобы как-то все это выросло Ты, будучи артистом Вот имею в виду, когда поступал Когда учился Ты все равно как себя позиционировал Для себя самого в том самом начале? Все-таки как актер? Ну, я с музыкой познакомился раньше Я в пять лет пошел на скрипку Меня мама отдала в пять лет на скрипку И поэтому я актером Я решил стать четырнадцать лет А что такое музыка Я познал уже гораздо раньше То есть тебя музыка не охладила? Нет, ну я не хотел заниматься Я пять лет занимался скрипкой Потом я ее прятал в снег Потом мама меня отдала на пианино И семь лет я отдал Этого не спрячешь Этого не спрячешь никак И семь лет я отдал этому прекрасному инструменту И когда я пришел И у меня в институте даже была какая-то группа Я все время был связан с музыкой В школе Я все время у меня была где-то Какая? Я все время играл Я даже играл в этом самом В музыкальной школе Я был в фольклорном ансамбле Играл на бас-балалайке На такой вот Да, я понимаю, что это такое Вот И на одной здесь не смеялись И стебались Я бы понимал, что я как дурак Потому что все там Ну или с маленькими Или вообще стоят поют А я маленький У меня это байда И я должен на нее еще залезть Ну там такая Бас-балалайка группы Бутербродский Павел Майков Нет, ну понятно Тогда понятно, что В общем тебя вывела Эта кривая и нелегкая В эту сторону Тогда совершенно все Вопросы снимаются Давай дальше петь Чего-то будет Решили уже? Да Сейчас Подожди секундочку Саша посмотрит у себя А, не верю Не верю Решили Сейчас будет злая песня Просто злая песня Ко мне один раз пришел человек Вынул мне из меня Всю душу из меня вынул В итоге ничего не получилось Я просто песню написал Как всегда живой звук Прогнал Живые Бутербродские здесь сегодня Погнал Субтитры сделал DimaTorzok Стук в мою дверь снаружи И сразу стало душно Нет, ты мне здесь нужен Я ненавижу мутных Земля в твоих ладонях И небо под глазами Ты подпираешь стены Стеклянными руками На твоих коленях И на подушках пальцев Ты убиваешь время Я бы хочу сдаваться Крест тут тебя на шее В кармане ключ от рая Но я тебе не верю Но я тебя не знаю Нет, я тебя не знаю Нет, я тебе не верю День тихо отсветает Прохладной карамелью Над головой одна А в голове другая Нет, я тебе не верю Нет, я тебя не знаю Ты топишь лед в стакане Ты отжигаешь кожу Пусты твои желания Ты вряд ли что-то сможешь Ты смотришь четко внутрь Но видишь оболочку Тебя нигде не ждут Пора поставить точку Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Тебя так легко оскорбить Тебя так легко сбить с пути Ты доверчивый, как облака Ты так просто сходишь с ума Ты хочешь открыться мне Но я не знаю тебя, я не верю тебе Не знаю тебя, не верю тебе Молитвы как кастеты, монеты как патроны Слова как сигареты, портреты как иконы Твоя душа открыта, как пепельница в баре Нет, я тебе не верю Нет, я тебя не знаю Нет, я тебе не верю Нет, я тебя не знаю Нет, я тебя не знаю Нет, я тебя не знаю И знать тебя не знаю Так и называется «Злая»? Нет, я узнать не верю Не верю Но название «Злая песня», мне кажется, было бы ближе Серьезно Очень эмоционально Клево, клево Правда, мне бы она вот так пришла сразу на ухо «Злая песня» «Злая песня», а так и назовем А то есть ты еще не утвердил название получать? Это вообще свежий материал выходит Ну, к микрофону подойди Да Да Сколько времени этим песням? Ну, каким-то... Меньше года всем Я некоторые вот не верю Я написал вообще, по-моему, месяца четыре назад Ну, то есть совсем свежать Да Когда готовишь этот... Как ты сказал, это будет большой или исполно? Сначала будет сингл из трех песен будет сингл И потом следом все-таки надеемся записать альбом Хотя сейчас альбомы никому не нужны Все слушают по одной песне, по три песни Мне тут сказали, зачем ты эта монументальность? Это все шестидесятые, семидесятые Они ушли, остались в двадцатом веке Ну, и что? А я люблю альбом Альбом — это концепция А не верю, войдет в сингл, который будет? А нет, в сингл он не войдет Галко Ну, ты понимаешь, о чем... Я спешу еще один сингл На что я намекаю 46, зараза 46, 47 — это короткий номер для СМС Свои сначала пробил А дальше уже, естественно, все, что хотели бы сказать Вот почитаю кое-что Сергей Цуканов пишет Что-то своеобразное Погружает в ностальгию Музыка — класс, музыканты — молодцы А Юлия Усова, которая Какое-то время назад Где-то ближе к началу программы Написала, что совсем другой Бутербродский Совершенно непривычный Я не могу, по-моему, это воспринимать Но послушаю Сейчас вот сообщение, которое пришло буквально пять минут назад В прошлый раз, наверное, привлекла новизна И необычность группы Сегодня уже другая группа Хорошая Кажется Но Переключиться И понять мешают ожидания Вызванные знакомым названием Знакомым, в том числе, и по ротации Только сейчас начала Как-то вообще Воспринимать Даже, наверное, этот Бутербродский мне нравится больше, чем тот Вот так Значит, все Нужно просто распробовать Конечно Самое лучшее надо распробовать Да Обязательно Самое лучшее — это Бутербродский, естественно Игорь пишет А не хотели ли петь и играть в более жестком стиле? Голос-то расположен, по-моему Игорь Спрашивай Нет Что-то ты вот в этом ответе очень короток Да Я вот на еще на одну секундочку буквально вернусь к теме Лабутена Алексей Макеев пишет Клянул в перерыве песню про Лабутена И что? Песня как песня Не понимаю, что это вообще Лабутены Везде всплыли Прошу прощения за автоп Я просто скажу Но Ленинград есть Ленинград И понятное дело, что Искать глубокие смыслы В общем незачем Там все просто понятно И через ее мозай Ну и так далее Жеванный крот Ну это мы так ругаемся здесь вежливо Да А там все понятно Но Клип меня, ребятки, ушиб абсолютно Нет, клип хороший Актерский Режиссерский Сделано просто потрясающе Девка роскошная Ну, Семен, это же не клип Ну понятно Это фритиль журнал Хорошо В конце должно быть Вау-вау-вау Но это не клип музыкальный А я чаще всего говорю Ты говоришь, что нет сейчас театров Нет актеров Есть? Вот эти вот Нет, есть их очень мало Просто я имею в виду, конечно Ну, в общей слухе Конечно, есть Куда же они делись? Конечно, есть просто есть Я смотрел на актерскую игру Которую я там наслаждался Получал удовольствие Есть, но очень мало Из 100 человек 2 Вот я вернулся на секундочку К Лабутенам Тему закрыли Да Там речь немножко о другом Там не о песне вообще Когда-то уж на раз спросили Что же вы пели-пели-пели-пели Так нормально все было в каком-то эфире А в конце Слово так и прозвучало Он говорит, так ради этого слова Все писалось Не понимаете, что ли? Именно так это и делалось обычно у него И делается Очень хорошо Музыкальное творчество Началось с проекта 7% Бутербродский Это, естественно, эволюционный процесс С вопросом Будет ли еще меняться название? Был еще перкуссионист И где он? Максим Сичко Спрашивает Максим Сичко сломал ногу в Индии И поэтому он сейчас лечит ногу Сломал в Индии Лечит здесь, в Москве По поводу Да нет, просто был 7% Теперь Бутербродский И я надеюсь, что мы таким составом Будем еще долго Я бы хотел Я хотел бы, чтобы эта группа осталась Долго, долго, долго И стала динозаврами Все твои планы Теперь они, конечно, в Бутербродске Да Напомни тогда, пожалуйста, еще о концерте Московском ближайшем Московский концерт 18 марта То есть в эту пятницу В клубе до лампочки На автозаводской Автозаводский проезд Какой там? Первый автозаводский проезд Что-то там такое Но он маленький Там клуб до лампочки называется Что там ходить? 18 числа 26 марта мы играем в Туле В клубе М2 И 15 апреля играем в Твери Ну, вся эта информация Есть в группе ВКонтакте Я так понимаю Так что, если надо уточняться Пожалуйста, заглядывайте Становитесь участниками их сообщества В любом случае Пригодится воды напиться Рано или поздно Давайте, наверное Сейчас, я так понимаю Что времечко нас поджимает Так как пауза У нас была в начале часа Там, да, из-за всего Надо как-то подвинуться Немножко в разговорах И чуть больше в музыку Что будет далее? Следующая песня называется «Отим временем где-то» Так будет называться альбом, собственно А, ты уже определился даже с названием Да Окей Как всегда, «Живой звук» В программе «Живые» Здесь сегодня Петербродский Поехали 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 Слепые дома Слепые дома теряют крыши Их уносит восточный ветер Куда-то за западный край Дома спят, они не слышат Как воры крадутся по стенам На этой планете так привыкаем Такси из газеты едет обратно Его тормозит нетрезвый прохожий Прощай, последний пришелец Так было и будет неоднократно Так одинаково и так не похоже Как разнообразие ветряных мельниц Белые мысли текут глубоко По широким карьерам моих любых сновидений Так близко и так далеко Различия стен и барьеров Закономерности, случайности совпадений Кривые зубы молодых небоскребов Грызут сухую горькую корку Подгоревшего неба Переселение братских народов Кто-то начал очередную уборку Какое опасное слово «свобода» Какое продажное слово «победа» Ты обутая басон 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 Это блядское слово «победа» А тем временем где-то... Миропутая посоль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво. Вот, по-моему, хороший очень комментарий. Просто браво. Ещё один незаписанный хитярюс, пишет Максим Зверев. А эта песня войдёт теперь в сингл? Ну, хоть так. В сингл нет. Так что ж ты будешь делать? Ну, что ж ты сейчас режешь? В сингл войдёт выход, в сингл стекло и сталь войдёт, и ещё песня, которую мы будем попеть в конце. А-а-а. Но мы же это пишем, альбом запишем. Я понимаю. Мы же не выкинем это на свалку. Я понимаю, дружище, но всё-таки в премьеру-то в эфире оно бы хорошо бы, чтобы пошло бы. Всё, я понял. Мы запишем следующие, мы знаем, что запишем. Не, на самом деле, я парочку вещичек-то отобрал. Мне прислали твои администраторы. Но я хочу сказать, что сегодня я слышу кое-что посильнее того, что я... Да? Угу. Ну, видишь как. Ну, что видишь как? Хорошо, всё тебе... Пришли, всё. Хорошо. Вот. Подкрутим её маленько так, чтобы сингл люди уже ждали за счёт того, что эти песни станут узнаваемыми. Это же круто. А, кстати, вот узнаваемость. Ну, давай об этом немножко. Ты же актёр узнаваемый. Ну, вот ты слово «звезда» не любишь, я уверен. Не, не люблю. Ну, ты же не актёр, понятно. Не, ну, «звезда» — это Высоцкий. «Звезда» — это небесное светило, которое после того, как оно погасло, свет идёт до нас миллион лет. Это да. «Звездой» можно стать только умерев. Это да, при жизни сложный. Но, понимаешь, иной раз некоторые термины, вот из-за того, что человек сыграл в каком-то кино, он стал уже артистом, вот именно из-за этого термин «звезда» он приобрёл несколько негативный. «Звезда» там сериала такого-то. Это вообще я не понимаю, что это значит. «Звезда» сериала «Универ». Это что значит? В «Универе» он «звезда», а тут нет. А тут не очень, да. Тут как-то не дотянул. Пока он в «Универ» приходит сниматься, к нему себя как к «Звезде». А если он приходит к кому-нибудь другое, то как к «Говну». Как бы не очень, да. Ну вот и так оно примерно есть. Дискредитировал себя слово, понятие само по себе «Звезда». Но тем не менее, как ты относишься к славе и к узнаваемости? Мне нравится, когда меня узнают, если только это не навязчиво. Но это круто, что ты ходишь по большому городу Москва или приезжаешь в какой-нибудь другой город и тебя узнают. У меня крутая была история вообще. Я приехал в Лондон. Давно это, про лет пять назад. Это маленький городок-то. Вообще, приезжаю в Лондон. Там сняться надо было в рекламке в одной, внутренней причём, для DHL. Я приехал в Лондон. Захожу в отель, а в отеле стоит на рецепшене женщина, которая меня узнаёт, потому что она из Прибалтики, и она эмигрант. И она меня узнаёт. Какая связь, я не очень понимаю. Она посмотрела бригаду, ещё будучи в Москве, у себя в Латвии, а потом переехала. Она меня узнаёт. Я захожу в Лондон, в Сохо, в центр. Меня узнают в отеле. Я поднимаюсь немного. А потом она всем ещё рассказала, и я два дня ходил, я был как этот, в Рис Уиллис. Я заходил, мне открывали дверь. Я шёл в Лондоне, а меня знают, твою мать. Ой, Господи, спасибо Прибалтам. Надо сказать за эту узнаваемость в Лондоне. А вообще, ведь на самом деле короля делает свита. Согласись. Короля делает свита. И как, собственно говоря, выстраивается этот звёздный статус, для меня всегда была загадкой, потому что, если человек чего-то стоит, вот скажем так, я уже упоминал сегодня Архиповского того же, да? Ну вот уровень-то. Никогда не слушал Архиповского? Нет. Послушай, очень рекомендую. Он балалайшник, типа. Он играет на своей балалайке. Ничего больше. Там есть какие-то приблуды музыкальные, условно говоря, там реверы, делэчки. Но как он это делает, это лучший балалайшник мира однозначно совершенно. Просто послушай. При этом... Архиповский? Архиповский. Сергей Архиповский. Ой, Алексей Архипов. Чего я? О другом Сергея помню. Алексей Архиповский, да, безусловно. Но при этом вокруг него статуса звезды нет. То есть ему этот статус никто не создает. Понимаешь, да? О чем я сейчас толкую? А вот как бы хотелось бы и надо было бы. Почему-то у нас получается, что в статус, вот в эту статусную, в топ, так сказать, сотню там или как там выбери, почему-то впихивают людей совершенно не нуждающихся в этом, потому что они ничего из себя не представляют. А те, кому надо бы там быть, они живут своей жизнью. Вот совершенно своей, независимой. И мне кажется это несправедливым. Кажется. А что с этим делать? На этой планете так привыкай. Браво. Хороший ответ. Уел. Уел. Ладно. Коротко, лаконично и точно. Я постараюсь привыкнуть, конечно. Что там? Я же сам вырос на твоем творчестве. Теперь буду привыкать к тому, что надо жить иными категориями. Я все-таки надеялся на лучшее. Копенгаген уже был, спрашивает Валерий Чувикин. Да нет, не было, потому что поют-то они новые песни. Мы, у нас сегодня называется наш концерт «Нет Копенгагену». Кстати, а из старого-то творчества что-то в принципе-то обещалось? Да, мы поем, мы старого, мы 22.15 продолжаем петь. Ну, может, поете? Это ротационный песни. Я объясню. Сейчас петь-то хорошо. Объясню почему. Я тебе объясню почему. Это важно. Потому что люди знают песни, но бывает иногда не связывают одно с другим. И сейчас человек слушает радио, вроде бы ничего, хорошо, нравится, но... А услышит хит, с которым он знаком по ротации. Он встрепенется, скажет, «Ешкин кот, а вот это кто?» А сколько у нас времени сейчас? Достаточно. Да? Не обращай внимания на время. Сейчас играть или потом? Сейчас играй. Сейчас играй. Чего? Луной или закат? Или 22.15? Да, 22.15? Ну, давайте 22.15, решайте уже. Решили? Как всегда, живые звук программы «Живые», здесь сегодня Бутербродский. Погнали. Забалдел, что ли? Чего там? Давай. Звезды в твоих глазах, близко влажны, успешки на твоих губах. Странно все, что происходит сейчас, Волна за волною рисуем новый образ. Сфера над головой, Кто ты нам? Пора прогуляться с тобой. Зыбка в этой комнате, Много теней, Друг за другом перемещение теней. 22.15, все сначала, Все сначала, Пора начинать, Пора начинать, Пора начинать. 22.15, все сначала, Все сначала, Мы будем играть, Будем играть, Будем играть. Берия в твоих волосах, Порох, бестрые кристаллы, У тебя в зрачках. Мерзкий, нетерпеливый гриф, Руки, волна за волной, Я вижу новые краски. Кабалистические лепестки, Кабалистические молотки, Разбивают луну на куски. Кабли, слезы на глазах, Цветы у тебя в волосах. 22.15, все сначала, Все сначала, Пора начинать, Пора начинать, Пора начинать. 22.15, все сначала, Все сначала, Мы будем играть, Будем играть, Будем играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро-скоро все разрушит рассвет, Двери закрылись, Выхода из этой комнаты нет. Кто ты тот? Кого мы не знаем, По имени красим, Вебы и дебы, Звезды с синими. Медиатр уме стесался, Сол, как звук по столу, Расползался. Сердце, сердце выстерено, И за что, Пона не веришь, не веришь, Держи, вот оно. 22.15, все сначала, Все сначала, Пора начинать, Пора начинать, Пора начинать. 22.15, все сначала, Все сначала, Мы будем играть, Будем играть, Будем мы. 22.15, все сначала, Все сначала, Ты сможешь понять, Ты сможешь понять, Ты сможешь понять. 22.15, все сначала, Все сначала, Будем играть, будем играть, будем играть Имеет ни малейшего значения Главное не время, а слова путать Ребятки, минутка маркетинга Позволю себе говорить правильно Когда говорят маркетинг, особенно специалисты по этому делу Хочется сильно действительно ударить Маркетинг Маркетинг, ну что ты, как маленький был Да, минутка маркетинга Не так давно свое радио открыло свой интернет-магазин Вы можете приобрести там массу любопытнейших сувенирчиков Это, в общем, мерч от своего радио В то же время в этом магазине представлены пластинки коллективов Которые хотели бы, чтобы эти пластинки Сейчас намек такой Виниловые? Всякие Всякие Чтобы эти пластинки стояли на витрине своего интернет-магазина Поэтому мы всех Открываю красиво, правда, да? Вот сюда Красота! В общем, можете наслаждаться Приобретая эти товары Я надеюсь, что и Бутербродский, в общем, соизволит Какое-то количество своих пластинок выставить Здесь же в интернет-магазине Чего и вам хорошо С удовольствием И нам симпатично Поэтому не забывайте заходить на сайт Там есть баннер Пока такой сделаем Как-нибудь попозже Покрасивше Пока вот такой Просто свой интернет-магазин Свои товары От своих людей Кликаете И, надеюсь, получаете то, что вы Как прекрасненько Хотели бы Вот, задумался Задумался Как только я зашла о магазине Смотри-ка Сразу как-то задумался Майков Молодец Есть чем прохватить Значит, вот пишет, пожалуйста Энджинькиб Вот вы не знаете, как прочитать этот ник Извините Эй-эн-джей-ай-эн-кей-ай-би Как зовется? Нет, я по буквам читаю просто В таком составе мне намного больше нравится Творчество этого коллектива На весь штык копают Это что значит? Глубоко А! Это какое-то белорусское выражение Как говоришь Только заня, понял Ну так бульба Ну что, народ привык Картошку копать Поэтому на весь штык Значит, глубоко Ну смотри, какой штык Сегодняшний эфир Это просто праздник какой-то Перформанс Спасибо Светлана Ярославцева Написала Ольга Виденеева Добрый вечер Слушаю первый раз От некоторых песен мурашки по коже Однозначно небанальная Интересная и объемная лирика Майков Однозначный художник Удивили Спасибо за открытие Обязательно переслушаю Еще раз Ну вот Ну еще плюс один Спасибо Как я спать сегодня буду Количество всякого Я надеюсь Тепло Хорошо Глубоко И счастливо Ты будешь Ты храпишь во сне, кстати? Я не знаю, Маша Я храплю во сне Видишь, как Что значит хорошо? Нет, все хорошо На самом деле Может быть, когда храпел Было бы хорошо Значит, живой Очень крепко сплю Он просто не слышит Значит О, наконец, знакомый Бутербродский Пишет Юлия Усова Как раз вот на песне 22.15 Люди же иногда ждут И того, что знают Это тоже, между прочим, важно Братцы, у нас с вами 15 минут Осталось, в принципе Две, ну, три песни Мы, может, спеем еще, да? Три Три-три, наверное, надо было бы Потому что очень хотелось бы, чтобы А они уже решили все, что надо Все, поехали Поехали А, еще извините, пожалуйста Тут я кричу, поехали Подожди, ну что ты Рамсы, не путай мне тут А то сейчас ты мне все Вот карты перевернешь И что мне с этим делать? Скаля наристов написал Я как-то слышал В ротации своего радио Песни группы Бутербродский Но вот так в полном объеме В первый раз И скажу, что коллектив классный Зацепило Очень часто бывает Что в живом исполнении Звучит иначе Не хуже, не лучше По-другому Просто по-другому То есть энергетика другая Маненька Потому что пластинка Это обычная история Ну, слово вырезанное Неправильно Ну, скажем Доведенное до какого-то идеала Да, согласен А живое выступление Тут присутствует и драйв И характер настроения Ошибки, которые случаются Нерв Этот нерв через микрофон Передается Я всегда говорю, что микрофон Он все очень четко И нежно чувствует Вот я сейчас делаю Вот так губки, да И как будто бы я заулыбался А мне улыбаться не хочется Но я просто растянул губки Это нужно же играться С микрофоном И когда человек Артист, художник Реально Творяющий прямо на месте Он же ведь эмоции И испытывает заново И вот прямо сейчас Этими эмоциями делится Поэтому часто бывает Когда человек слушает Группу в ротации А потом вдруг Ну, да, ничего Он говорит Ну, хорошая группа, да Потом вдруг слушает Живьем в живых Тавтология такая получается И говорит Ё-моё, эта группа-то хорошая Поэтому здорово, что пришли Давай петь дальше Чё это будет? Сквозь и мимо Как всегда Интересная мысль А как всегда Живой звук В программе Живые Бутербродский здесь сегодня Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Сквозь темноту Сквозь темноту Желтыми фонарями Дробят дорогу Миллиардом следов Красоту Крошим молотками На миллиард Безобразных кусков На богатой крыше Играя в прятки с тенями Прячась в тени Кирпичных труб Мы едва дышим Скользя друг по другу губами Наслаждаясь движением Острых губ А потом мимо зданий С внимательными глазами Притаившись в желудке Голодного такси Играя слов В перемешку с слезами Бесполезность раскаяния С брезгливым проси ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лабиринт С электрическими пауками Они бегают По твоему лицу Мрак не спит Сойдясь между нами Я закрываю двери Я ухожу Сквозь и мимо Сквозь и мимо Сквозь и мимо Сквозь и мимо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Африка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не испортили точно. А, ведь задача кавера, на самом деле, не испортить оригинал. Сделать по-своему немножко, может быть, добавить что-то свое, но не испортить. Вы ничего лишнего туда не внесли, и звучит это прям очень круто. Ну, вот теперь действительно времени вообще не осталось, только петь, прощаться и говорить спасибо за то, что мы все эти два часа провели в хорошей компании. Завтра в программе «Живые группы Театр Теней». Видишь, как театральная тема тянется. А сегодня Бутербродский. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо вам всем, ребятки. Вы прекрасны. Чем закончите сегодня эфир? Мантрой. Понял. Ом мани под махун. Оставляю вас наедине с собой. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Из всего того, чем мы поделились, чем жили мы и на что молились, остались лишь осколки и бритвы, и еще веревкой мыло. Я хожу по городу, как кошка в воде, хочу остановиться, но не чувствую, где люди готовятся к новой войне. Эта война им, как воздух, необходима. В этих песнях протеста я не слышу протеста. Все стремятся в одно место из разных мест. Для забавы толпы каждый день новый крест. Да на нем устало я тело, все билеты на шоу, скупила вам овса. Я смотрю на тебя и не вижу лица. Если хочешь убиться, лучше прыгни с моста. Да так надежнее. Впрочем, не мое тело. Впрочем, не мое тело. Миротворец железными крыльями и глазами, как мед. Объясняет причину задержки и, похоже, упрет. Он вежливо вас пропускает вперед, а потом стреляет в затылок. Серая, как небо-стена, но душа я, как бутылка страна. И да всегда говорит, что придет не одна. Может, с ней будет смерть, как мило. Он вежливо, он вежливо. 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 Безнаказанность Ледяная вода Мы хотели бежать, но не знали куда История эта не имеет финала И герои уснули, забились в углы Накладались колес, накурились травы Рыба, как известно, гниет с головы Пойдем, пора начинать все сначала Ом, а не подмигун Ом, а не подмигун Ом, а не подмигун Давай, Зая! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова